доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и сегодня я хотел бы немножко поговорить и показать вам методику и бенгауза это замечательная методика пользуюсь ей уже более 20 лет мои коллеги и пользуются методика достаточно старая адаптирована была на русский язык в 50-е годы прошлого века представляет из себя несколько десятков рассказов в которые необходимо пациенту испытуемому вставлять пропущенные слова вот это если говорить кратко ясно четко понятно и легко запомнить соответственно классический вариант методики бенгауза который используется уже несколько десятков лет более 60 лет всеми клиническими медицинскими психологами состоит из пяти рассказов это тот стимульный материал которым можно и нужно пользоваться соответственно здесь сейчас на своих экранах вы видите инструкцию к этой методике она совсем простая может быть дана в свободной вольной форме испытуемому но классика вам необходимо просмотреть текст и вписать пропущенные слова чтобы получился связанный рассказ иногда это делалось я наблюдал такое в клинике еще лет 15 назад не было копировальной какой-то много техники там бумага была под дорогая и так далее значит коллеги у меня просто брали карандаш мягкий такой легко стирающийся распечатывали там где-то если у них получалось 1 2 3 листочка а затем последующим пациентам всем давали вот эти листочки потом стирали получившиеся предложения слова сейчас это проще конечно проще распечатать этот стимульный материал немного 5 листочков 5 рассказов классических на самом деле больше но классические которые утверждены используются их всего 5 мы поставляем эту методику она хорошо себя заинтересовала направлена она на две вещи первое это развитие речи больного и тире испытуемого и второе это так называемое понятие наверняка вам известно это продуктивность мыслительной деятельности она входит в понятие значит мышление операционной стороны мышления поза игарник и соответственно вот эта самая продуктивность мыслительной деятельности прекрасно проверяется этой методикой вообще методика достаточно в какой-то в какой-то степени в каком-то смысле сложна потому что человек должен обладать определенным набором знаний то есть тексты они относительно простые в то же время непростые то есть считается такая вот есть не знаю как сказать фишка что человек как минимум как минимум должен обучаться там в классическом случае в литературе встречается не менее 7 классов образования но это понятно пятидесятые годы сейчас четких конечно критерий нет но сейчас мне кажется значит возрасте наверное 12 13 14 лет вот этот рассказ то есть это где-то четвертый пятый шестой класс общеобразовательной школы вот такие рассказы могут быть предложены испытуемым то есть это если говорить о каких-то возрастных ограничениях по применению данной методики человек должен быть определенным образом образован по крайней мере читать какие-то книги общее понятно и так далее и тому подобные вещи он должен знать вот это если говорить кротко об этой методике методика замечательная классная простая эффективная и отлично работает буквально со всеми испытуемыми хорошо проходит на под и пи и как таковое продуктивность мышления способность генерировать какие-то логические сна логика смысловые связи и приходить каким-то осознанным и законченным смыслом да то есть продуктивность высокая низкая средняя можно ее оценить если говорить от конкретный пациент пришел и в итоге вы в заключении в эпи заключение можно написать значит высокая низкая средняя или еще какой-то термин использовать при оценке продуктивности качестве мыслительной деятельности пациента и испытуемого на этом все благодарю за внимание и удачи вам